Да, тут вообще жесть. А нам здесь надо будет на Нивах ехать. Дастеры у нас есть. Слав, расскажи про автомобиль вообще, название, что ты делал, какие блокировки стоят, какой двигатель здесь. Ну, в общем, это Toyota Hilux E-105, 97-го года выпуска, комплектация мостовая, рессорная. Что здесь произведено было по работам? Главные пары заменены на 5,39. Вернее, 5,29. Двигатель был изначально 2L атмосферный, 2,4 объема. Внедрили сюда турбину от такого же турбированного двигателя. Коробка механика, раздатка механическая полностью, на шестеренках. Ну и, в принципе, все. Здесь больше нечего говорить о ней. Никакой электроники, все механическое, насосы. Ну, а лифт какой-то, да, здесь? Лифт здесь, наверное, больше, подвеска практически стандартная, наверное, 1 дюйм максимум лифта. Боди лифт сделан, минимум изменений. Понятно. Ну, а вообще, какого года автомобиль? 97-й год. А ты сколько на нем уже ездишь? Я езжу 2 года. Ну, я как знаю, ездишь ты на нем, ну, жестко вот так вот. Ну, да, постоянные боевые действия, так скажем, и всевозможные покатушки постоянно. Но автомобиль выдерживает нагрузки, да? Ну, это же легендарно. Можете в гире посмотреть, да? Что с ним Джереми Кларксон сделал, сбрасывал, топил, поджигал электричная машина. Ну, ладно, ребята, привет. Сегодня у нас покатухи собрались. Ну, и по плану нам надо проехать туда. Хотим набить дорогу, но мы попробовали. Даже на Тойоте не едет. Снега много, надуло. Просто жестко. На Тойоте аккумулятор сел. Сейчас подъеду, будем прикуривать. Самовар у нас уже вон там топится. Возможно, что мы даже никуда не поедем. Здесь у нас все наши покатухи закончатся. Пожарим садельки, сосиски. Ну, сам процесс, что собрались. Ладно, смотрим дальше, как мы туда проедем и что у нас получится. Давай, погнали. Ну, что, братан, фиаско? Виталий? Да, привет. Я Олег, первый раз приехал. Отлично. Только заехал и все. Ничего, давай, мне надо сейчас автомобиль прикурить. Выезжай, у тебя так, 2 литра, или что, у тебя какой движок? Электроника, ESP, все это есть? Да. Ну, отлично. Ну, пробуй, выезжай. Давай. Фор. Едем заводить Тойоту. Прокатнемся, посмотрим, как едет на широкой резине. Ох ты, за крышу, мать! Ты, ты че? Тебя же некому вытаскивать будет. Хотя качается. Вот этим и хороша механика, да? На автомате так и не побалуешься. Сейчас пойдет, пойдет. Давай. Отлично, 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 отлично. Давай, давай, давай. Отлично, все. Ну, все, завод. Шевик. Травленный. Итак, пока мы дорогу набиваем, сейчас форт вытащил, мы пока попьем чай. Вот, самовар у нас. Что мы решили? Так как снега много, и проехать мы, к сожалению, не можем. Сейчас попробуем вот такого круголя нарезать. Слава, как говорится, у нас автомобили есть, которые смогут проехать. И по этому кругу уже и дастеры проедут, и нивы, которые более, с наименьшим клиренсом, я бы сказал. Вот. Так что пока бьем. Виталь, может, вторую пониженную вперед? Давай, пробуй. Что, вытащим? Вторая пониженная. Давай, пробуй. Все, зарылся. Да? Нас пробили, повис. Вот я стою. Так как никаких блокировок нету, у нас крутятся колеса те, которым легче, просто-напросто. И неважно, какой автомобиль у нас присутствует. Маленькой скоростью и широкой резиной, смотрите. В натяг, в натяг, чувствуете? Все, просел. Нас просто-напросто провалился. Тяжело, тяжело. Смотрим, нива, пониженная, травленная резина, пытается в натяг, и нет. Просто интересно посмотреть. Естественно, конечно, от веса многое зависит автомобиля. И от блокировок. Хотя блокировки, что здесь? Колесо вон буксует, проваливается, нас ломает. Ну и все. И все. Просто автомобиль провалился. Вах. И ему очень будет сложно бить. Все, его тоже. Андрей, расскажи, что у тебя вот случилось? Я слышал сцепление у тебя, да? Ну, это да, что требовалось для того, чтобы выехать. Дальнейшие доработки продолжат, дождаться, когда умрет сцепление. Три произошло. Три пробеги 130... 134 тысячи. 134 тысячи. То есть на данный момент он вообще не едет? Пока что да, нагрето сейчас не едет. Понятно. То есть нужна замена? Да? Уже все полностью. Да, конечно, печально. Где корзина? Ты его не новый брал? Нет. Вот она вот модернизации проходит. Доработка. Ну, это примерно как Нива у людей, а у тебя Фордец, да? Это тоже самое. Только разные вложения, наверное. Есть такое, да? Конечно, есть. Без этого никуда не денешься. Ладно, обидно, конечно, но куда деваться? На то мы и покупаем, да? Сейчас пробуем Нива. Стравленный, единица. На первой пониженной заблокированной в натяг. Тоже, видите, не вариант. Не вариант. Колеса передние буксанули. И все. Тоже в натяг. Посмотреть систему ESP. Вот, видите, тоже как вариант. Нас ломает. И все на этом. Тяжело по глубокому снегу. Очень тяжело ехать. На данном варианте что влияет? Клиренс. Наверное, и все. Блокировки тоже на данный момент, я думаю, влиять не будут. Все, Duster на данный момент дальше. Смотрим шевик по следу Duster. Тоже слышите сами, да? Без газа, потихонечку. Толкает поинтереснее. Вот, отлично. Так, здесь у нас резина другая повыше. Все то же самое, да? Хоть отравленная резина, говорю, поинтересней. Но нет. Просто садится и все. Исуза тоже в натяг, автомат. Автомат немножко будет ехать по-другому, чем механика. Крутящий момент, немножко там по-другому работает все. И чисто мое мнение. Автоматы едут поинтереснее. Может быть я не прав, напишите, конечно. Просто до этого у меня было два автомобиля легковых, одинаковых. На одном автомобиле у меня механическая коробка передач стояла, на другой автомат. Резина одинаковая. И разницу я замечал, что на автомате в грязь без газа выезжает лучше. На механике также газ бросаешь. И, к сожалению, было хуже. Но это мое чистое мнение. Ну вот, видите, что... Пока это все и заканчивается. Ого! А у меня машина-то ниже получается. Мне надо, получается, набирать скорость. Ой-ой-ой-ой-ой. А сейчас... Ай-да, блядь! Глобрые, самоблоки включились, понял? Да, газ удал. На второй, пониженной. А на первой ни хера. Это надо рассказать. Сейчас такая ситуация получилась. Стоял, буксовал, привет, подошли. На первой пониженной колеса крутились те, которым легче. Включил вторую пониженную. Самоблоки слышно было, как включились. И автомобиль пошел. Вот, смотрите. Я по... Не хватило, не хватило. То есть, самоблоки получаются на оборотах. На оборотах включаются. Газ-пол, ребята, газ-пол. Обалдеть. Вот. Обороты нужны. И тогда самоблоки у нас работают. И вот, попробуем назад уехать. Вторая пониженная. У тебя что-то лифт, по-моему, есть, да? Лифт, да. Чувствуется, чувствуется. Разница есть. Вот свое туда все, оставляю. Отсюда, я думаю, поедет. Но сегодняшние покатушки у нас на одном месте. По запланированному плану у нас не получилось доехать никуда. Февраль. Снега много. Ни один автомобиль полноценно ехать не может. Две поломки. У Ford сцепление. У Toyota патрубок. Исудзу. Да, Исудзу. Вот. Автомат. Двигатель здесь, напомню. 3.2. 3.2. Стандартный, без блокировок. А резина у тебя липучка, нет? Да. То есть нам нужно доехать до Патриота, и у нас пока не получается. Здесь только надо топтать. Так, ну на второй, да? Или на драйвист. У тебя что-то привод так же, как на ней примерно работает. В котором лес. Здесь в Фортейн. Здесь я расцелу, межсего. Да, смотрю, после Патриота, да? Тяжка как. Чуть повыше. И так, у нас не получилось. Не получилось. Проехать вниз. Все-таки клиренс не позволяет. Но автомат, ну да, липучка у него. Вот в этом месте. Садимся. Исудзу мы пересели в Патриот. Все-таки хочется натоптать дорогу. Здесь. И все-все-все-все-все. Все-все-все. Светок. Нашим автомобилям здесь по клиренсу делать нечего, да? Вот так. Все приличный. Вот так. Вот, смотрите. До земли колеса почти не достает. Единственное, стоим на льду, да? На корке льда. В принципе, и на липучке, как видите, можно смело ехать. Он сейчас тебя дернет, Тавян, Федан? Если получится. Мы пользуемся, в основном, все наши товарищи пользуются вот этими тросами. Товарищ, который у нас в группе, он самостоятельно вяжет тросы, мягкие шаклы вяжет. Ссылочка будет в описании. Заходите, приобретайте. Держи. Вообще вещь классная. Отличный. Да, это вот 16-й, а еще вяжут с 22-го. 22-й-й-то, я не знаю кого там, в танке, наверное, дергать. Здесь динамика идеальная, цена идеальная. Все классно. Покажу вам, как работает динамка, смотрите. Дозирую на газ. Но все равно, сам процесс сбора, ребят, общение, погода отличная. Скоро снег кончится, будет весна. Будем грязь. Мало берешь. Второй. Давай, иду ваше. О, пошел, пошел, пошел. Нет. Ну, тут уже дело принципа. Ну, уже почти. Идем. Давай, давай. Отлично, отлично. Еще круголярешил. Короче, он обороты набрал. Давай посмотрим, как это все будет выглядеть. Неплохо, неплохо. Так, белый шевик. Попер по кругу. Посмотрим. Резина у него стандартная. Все-таки лифт, хоть там 3-4-5 сантиметров, роль играет огромную. Вы все равно молодец. Ну, так вот так открыли. Классно. Ух ты, у него крутая музыка. Все по-серьезному. Ну, давай, рассказывай про свой автомобиль. Ну, я так понял, весь в стойке, наверное, да? Да, весь в стойке. Ни блокировок, ни лифта, ничего такого нету, да? Резина по стандартным размерам. А стандартный какой, 185? Нет. 215. Какой же стандарт? 215. 215. Ну, итог. Сегодняшнее у нас что получается? Разворачиваемся и едем обратно на место дислокации. Ну, проехали мы метров 200-300, наверное, всего лишь. Сейчас назад выезжаем, жарим сандыльки, пикачки, пьем чай. Ну, и на этом, наверное, на сегодняшний день наши покатушки закончатся. Снега реально много. Все полноприводные автомобили на данный момент решает только клиренс, да? Да? Все. Но, в моем случае с двумя блокировками, вот на этом месте я сбуксовал. На первой пониженной оборот вроде даешь, потом на второй пониженной переключился. И слышно, как было с самоблоки. Прям перед зас работал. Я сам удивился, напрям поехал. То есть нужны обороты для самоблоков. То есть они в каких-то случаях выручают. Так, ну что, на местность дислокации. На моем автомобиле прокатнемся, то есть маршрут. Проезжаем по кольцу и обратно. Вроде накатано, не должны забуксовать. Не должны. Все должно быть. Ну что, решили мы по кругу проехать. Вот человек сел. Про подлокотники. Про удобство, да? То, что руки лежат. Лежат. И у пассажира. Ну, бесшумные рычаги. Работают реально. Не шумят. Мне пока нравится. Видео. Есть у меня на канале про них, как я их ставил. Ну что, сейчас мы попробуем без понижайки дифференциал не блокировать. Посмотрим, где у нас движок сдох. Поехали. Первая повышенная. Уже тяжело. Первая повышенная. Раз, пол. В принципе, я иду. Видишь? Так, где-то в конце-то плохого. Ну, база отлично. У нас сейчас, ну, как раз, я не смотрю, вот пошел. Так. Смотри, легко. Легко идет. А вот здесь, смотри, движок все, кончается, кончается. Подъем. И переключиться негде. Ну, ничего, вытянул. Все, сдох. Пониженная. Заем назад. Вот вам и разница. Пониженная, повышенная. Вторая пониженная. Дифференциал у нас разблокирован. Ну и на второй пониженной ехать можно относительно спокойно. Они бонят, что обороты потеряются. Правильно же? Надеюсь, что. Ну, снега очень много. Прям прилично. Куда-то поехать, покататься. Ну, уже большая проблема. Планов было сегодня много. Но ограничилось вот этими 200-300 метрами у нас. Сейчас прокатнемся на Nissan Tirano. Она нормальная? Да. Итак, сейчас мы Nissan Tirano 2 литра едем. Автомобильный новый, да? Да, новый. Система ESP отключена. Планов. Давай, грузи и крути не оставляй. Шипована резина. Давай, давай, давай. Не хватило мотора? Да. Заводи, давай назад. Я думаю, так поедет. Так, а ты на авто или? Нет. Постоянно. Постоянно. Все. Все, вот-вот-вот. Вот, отлично. Здесь просто мы уже на Невах проехали, поэтому ты можешь. И вон туда, и по кольцу оттуда выезжай. Да, да, да. Так, здесь по кольцу выходим. Все, и возвращаемся. Давай, давай, давай налево. Газу, газу. О, 2 литра чувствуется, слушай. Все, здесь уже можешь спокойно. Вот, человек купил недавно автомобиль. До этого, говорит, был Дастер, говорит. Мне, говорит, казалось, что Дастер, говорит, интереснее ездит. Вот, но тут у нас староводы есть, которые опытные. Подсказали, как я правильно понял, да? Да, отключили. Что нужно ЕСП и отключать, и автомобиль поехал. Вот, человек сегодня покатался, посмотрел, в чем и хорошо здесь, потому что мы катаемся и не боимся застрять друг друга. Не закончились у нас. Елька у нас засела. Уже домой собрались. Прицепили через мягкий шакл. Ну, что итоги, ребята, сегодняшней покатушки. У Форда сцепление совсем кончилось, передачи не включаются. Тойота, патрубок порвался. Тасол капает, но пока едет. Патриот, без происшествий. Шевик у нас на травленной резине. Показал хороший результат. Шевик белый, травленная резина, стандарт. Идеально едет. Мой автомобиль. Пишите сами в комментариях. Но самоблоки срабатывают при больших оборотах. Исузы, автомат, липучка. Нужно кочегарить его. Когда кочегаришь, идет нормально. Полный привод, все работает. Л-200 приехал попозже. Прокатнулся. Там же, где и Патриот сидел. Ну, результат тот же самый. Кривенса не хватает для сегодняшней погоды. Ну, и все. Пьем чай и разъезжаемся. Пишите комментарии. Ставьте там лайкосы. Задавайте вопросы. Че да как. Че там собачонка сидит. Вот так вот. Вот так вот. Откроешь, палец откусит. Ну, все. Всем пока-пока, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok